Это примерно структура моего выступления. Я хочу рассказать кратко какие-нибудь интересные факты из жизни о венчурном капитале, о тенденциях, что происходит вообще на рынке в мире, какие особенности российского рынка, какая модель работы именно венчурного фонда, о бизнесе ВТБ капитала, что мы в этой области сделали. И, наверное, важно осветить это с другой стороны. То есть я освещаю это как венчурный инвестор прежде всего, но вам, многим из вас, наверное, это интересно как потенциальным предпринимателям с точки зрения, как получить деньги, что потом с этим делать, какие ошибки лучше не совершать, ну и так далее. И по ходу вы просто, наверное, задавайте или вопросы, или что интереснее, давайте на этом будем просто более детально останавливаться. Итак, это мой любимый слайд. Мне кажется, он очень убедительно говорит о том, куда вообще движется, куда движется мир. Вот смотрите, сектор ритейла. Компания Amazon создана там чуть более 10 лет назад. На сегодняшний момент ее капитализация составляет свыше 350 миллиардов долларов. Она дороже не только, чем самый большой вообще ритейлер в мире Walmart, она дороже, по сути говоря, чем вообще все ритейлеры крупнейшие мира вместе взятые. Прошло это за какие-то 10 лет. Гостиничный бизнес. Тоже приведены самые крупнейшие гостиничные сетки. И стартап Airbnb, который просто предоставляет услугу сдачи своих квартир в аренду. Номерной фонд общий Airbnb чуть свыше 3 миллионов. Это больше, чем вообще любой гостиничной сетки. По капитализации они уже обогнали всех. Впереди остался только Marriott, но всем понятно, что это вопрос ближайшего времени, когда Airbnb станет самой крупнейшей гостиничной компанией мира. Финтех сектор. Компания PayPal. Тоже чуть более 10 лет назад началась. На сегодня ее капитализация больше, чем Deutsche Bank Credit Suisse. То есть это банки со столетней вообще историей. При этом в компании PayPal работает в сотни раз меньше людей. Финансовые показатели, понятно, что на порядок лучше, выше и так далее. Автомобили строения. Компания Tesla. Недавно произошло по капитализации. Они обогнали и Ford, и General Motors. Их капитализация уже свыше 50 миллиардов рублей. При этом, что интересно, Tesla производит 76 тысяч автомобилей за прошлый год. General Motors и Ford порядка 10 миллионов. И то же самое персонал Tesla, более чем 10 раз меньше, чем в любой из этих компаний. На мой взгляд, это лучше всего суммирует, куда идет мир вообще, зачем сейчас будущее. Назовем это сейчас новая экономика. Это единороги. Ключевой вообще термин венчурного любого финансиста или предпринимателя. То есть тот плох тот предприниматель или венчурный капиталист, который не мечтает вырастить единорога. Единороги это стартапы, оценки которых достигли свыше 1 миллиарда долларов. На сегодняшний день таких компаний уже 267. Их общая оценка, она уже порядка 1 триллиона долларов. Здесь вот смотрите, они распределены по секторам экономики. Ну что интересно, да, то есть понятно, что больше всего стартапов это в США, 40, почти половина. Китай 90-33 процента. И любая из этих стран, США и Китай, на порядок по количеству единорогов превосходит вообще всех остальных, весь остальной мир. Самые дорогие это Uber, такси в США, DD, то же самое такси в Китае, ANT Financial, китайская компания в области финтеха, Airbnb тоже я о которой говорил, то есть катерализация этих компаний уже достигает десятки миллиардов долларов. Ну, здесь очень важно, конечно, сказать и об обратной стороне. Вот тот аспект тревожности, то, что я сказал, да, вот такая вот статистика. Конечно, непонятно, кто и как ее считает, но вот принято, что 9 из 10 стартапов закрываются в течение первых двух лет. Лишь 1% стартапов достигает успеха. Ну, что значит достигает успеха? Это выходит на какие-то существенные уровни продаж, выходит break-even, получает хорошую оценку у инвесторов. Важно отметить, ну, как я сказал, непонятно, кто как вообще оценивал эти показатели, но здесь, наверное, эти показатели еще сильно недооценивают failure rate, да, потому что, ну, есть такой эффект survivor bias, это, ну, это, например, вот если мы какую-то компанию хорошую проинвестировали, об этом узнают абсолютно все, весь мир. Но если у нас это была провальная инвестиция, ну, многие предпочитают об этом скромно помалкивать, ну, и это очень, ну, это вполне рациональный подход, да, вот, например, вы приходите просить денег в каком-нибудь фонде, да, показываете свое CV, говорите, вот я успешно, успешно завалил 20 стартапов. Они не подумают о том, что у вас очень внушительный опыт, могут сделать свои какие-то неправильные выводы. Но в основе этого, да, вот можно понять, что, видимо, оценка вот этих вот успешных стартапов, да, их доля, она, наверное, еще ниже. То есть, ну, это надо понимать. А, еще очень важный такой оценочный показатель, это делались попытки оценить среднюю доходность вообще в VC индустрии за, там, ну, брали куски времени, допустим, десятилетия. И отметили, что если взять вот среднюю доходность VC фондов за 30 лет, она была существенно ниже, чем просто рост индекса S&P, да, то есть ниже, чем рост рынка. Ну, при этом, конечно, надо отметить, что если, например, брали доходности топ-10 венчурных фондов, да, она могла там превышать 20%, да, то есть существенно выше, но там факт остается фактом, средняя доходность VC фондов, она все-таки ниже, чем, ну, чем рынок. И при этом еще вот именно последнее десятилетие, да, или промежуток с 2005 по 2015 год, эта доходность составляла порядка 0%, и при этом еще на этот 0% они вышли за счет именно успешного роста вот этих вот социальных сетей, Facebook, Twitter и так далее. Вот, это, так сказать, даунсайд нашего бизнеса. Ну, теперь очень быстро пробежимся по основным понятиям, да, что такое стартап, как будем его определять. Ну, это просто компания или бизнес, который только сейчас вот создается. Ну, очень часто его ассоциируют с каким-то все-таки вот именно с новой экономикой, с какими-то новыми технологиями. Ну, как вы понимаете, вот из этого графика, да, выстраиваются, соответственно, инвесторы, да, те, которые инвестируют на этапе идеи, да, их называют ангелами, да, или ангельские инвестиции. Дальше на каждом этапе идут свои, идут там венчурные фонды посевных стадий, венчурные фонды поздних стадий. Если компания вырастает до зрелого бизнеса, там уже это становится темой фондов прямых инвестиций. Если дальше растет, она уже выходит на рынок акций и облигаций. Ну, и здесь вот видите, они все структурированы, если просто на оси риска доходности. Понятно, что стартапы, они находятся именно в правой верхней части, где максимальная потенциальная доходность, но и максимальный риск. В чем заключается, почему вот эти риски стартапа самые высокие? А потому что вот этих риск-факторов у стартапа, их очень много, да, начиная от того, что ну вот не получился хороший продукт, там не знаю, тупые клиенты не оценили его, не хватило денег, чтобы там запустить это, команда не подобралась хорошая или команда поссорилась. В общем, любой из этих факторов, а их очень много, да, вот в принципе любой, если неудачно сложился, он может этот бизнес задушить в самом начале, в зародыше, так сказать. Вот почему венчурные финансисты ожидают от своих инвестиций максимальную доходность, чтобы она как-то покрывала вот эти вот риски. Здесь, ну, приведены стадии развития бизнеса, да, и почему я хочу это определить? Это лучше всего объясняет, в чем заключается инфраструктура венчурного рынка, да, то есть вот смотрите, стадия СИД, есть свои инвесторы, там, например, Ангелы и так далее, которые инвестируют на этой стадии. У них инвестиции, там, средний чек маленький, может быть, от десятков тысяч долларов, сотни тысяч долларов. Дальше компания немножко вырастает, они могут это перепродать или заходят инвесторы следующего раунда, раунда А, да, это уже какие-то фондики. Дальше раунд Б, немножко более крупные фонды, у них уже и больше размер тикета инвестиции. Вот, инвесторы раунда С и там до выхода, например, до продажи стратега. Вот, когда на каждом из этих стадий есть, ну, значительно существенная группа вот этих вот инвесторов, да, тогда этот цикл работает, да, то есть инвестиции от идеи, их можно дотолкать до того, что они превращаются в какой-то зрелый бизнес. Это определение важно, когда мы начнем говорить об особенностях российского рынка. Основные тенденции, что же происходит на рынке венчурного капитала? Ну, первая тенденция, это очень стильно, модно, молодежно, это хайп, это очень, очень популярно сейчас. Откуда взялась эта популярность? Популярность этого взялась из банального факта, что просто, видимо, инвестиции в остальные классы активов сейчас используют, сейчас находятся в кризисе. Да, то есть если раньше у нас было много секторов, куда можно было, или много классов активов, куда можно было инвестировать, росла очень сильно там недвижимость, росли там цены на нефть, рос потребительский спрос, то сейчас в мире, ну, происходит отскок, и спрос вот этих вот, ну, традиционных, это, он ужимается. Цены на многие активы постепенно снижаются, и инвесторам нужно куда-то, куда-то переходить. И, соответственно, вот это вот перетекание капиталов, ну, одним из бенефицаров в последнее время становится, становится именно венчурный рынок. Ну, плюс сюда, конечно, накладываются вот эти вот яркие успешные истории, о которых я говорил в самом начале. Второе. Уход от капиталоемких проектов. Ну, что здесь имеется в виду? Вот, если раньше, когда было соперничество двух держав, СССР и США, инвестиции осуществлялись на уровне государств, да, тогда развивалась там космонавтика, энергетика и так далее. Это такие очень капиталоемкие инвестиции. Дальше, когда этого соперничества не стало, ну, по сути говоря, вот эта область венчурная отдали на откуп частному капиталу, частный капитал очень быстро сообразил, что, в принципе, влезать в такие капиталоемкие направления, не знаю, космонавтика, энергетика и так далее, это просто нанотехнологии, это просто, ну, не окупается, да, там риски намного выше. И сообразили, что лучше заходить в какие-то вещи, где вот эти инвестиции не потребуются, да, то есть проще всего проинвестировать в какой-нибудь софт, какую-нибудь там платформу, потому что я, по сути, инвестирую просто в зарплату каких-то нескольких программистов, да. Это вот самый такой беспроигрышный вариант. Риски минимальные и так далее. И вот если посмотрите, допустим, тенденцию последних лет 15, то активно развиваются именно вот такие вот проекты. Там социальные сети, вот платформы, там, Airbnb и так далее. Это все то, что, ну, связано с интернетом, где основные затраты — это именно зарплаты программистов. Рост роли государственного финансирования. Ну, в России это понятно, да, что сейчас основной игрок — это именно государственные структуры, но эта тенденция на самом деле, ну, может быть, она так не видна, но она и ярко идет во всем мире. То есть вот, ну, тоже в мире сообразили, что вот эти вот какие-то прорывные направления, космонавтика и так далее, само по себе двигаться не будет, и энергетика, и активно субсидируют все стартапы в этой области. Вот все, что касается зеленой энергетики, сидит на государственных дотациях. Даже вот взять вот этот SpaceX, у Илона Маска, да, ну, тоже не видно, но его активно финансируют правительственные фонды, правительственные структуры. Рост числа корпоративных венчурных фондов. Ну, здесь что за этой тенденцией? Это, вот опять же, исходные примеры, да, вот что произошло с Airbnb, с Amazon, с PayPal. Это эти компании понимают сейчас, ну, традиционные компании, что они находятся в зоне риска, да, что вот наступает новая экономика, что вот сейчас любой стартап может просто вывести их из бизнеса. И это такая защитная реакция, да. Да, создаются корпоративные фонды даже не с целью заработать на этом, а просто как-то, чтобы отслеживать, отслеживать, что в рынке происходит. И в идеале, ну, если получится, там, понятно, защититься нельзя, возглавить этот процесс, ну, не получится возглавить, хотя бы как-то поучаствовать. То есть это защитные механизмы, но все активно в это вкладывают. Это скорее плюс именно для предпринимателей, потому что, ну, это тоже приводит к тому, что все больше и больше денег приходит на этот рынок. Ну, то, что вчерашние стартапы, вот эти вот единороги, о которых мы говорили, они, по сути говоря, уже сейчас становятся столпами новой экономики. Ну, это мы видели просто даже из цифр общей капитализации. Технологические тенденции. Ну, видно, вы это все знаете из прессы, да, какие сейчас самые перспективные направления. На стыке вот именно технологий, устоявших из сфер-бизнеса, финтех, HR-тех, EDU-тех, insurance-тех и так далее. Ну, здесь что нужно отметить? Такое, что если все с этим согласны, если уже об этом пишут все газеты и так далее, это, эти направления, скорее всего, уже вчерашний день. То есть, если вот вы будете принимать решение, ну, там, куда идти, чем заниматься, ну, вот этим, наверное, уже поздно заниматься. Вот нужно что-то такое новенькое открывать. Финансовые, финансовые тенденции. Снижение входного тикета. Это за счет вот этих вот привлечения на рынок мелких инвесторов через краудфандинг и ICO. Рынок венчурного капитала, он такой, по сути говоря, был очень закрытым, элитным. То есть, инвесторы на нем, это, как правило, те, которые могли дать десятки миллионов долларов. Вот, венчурные фонды больше ни с кем не хотели общаться. Вот, это вот способ привлечь на рынок именно мелких, мелких различных инвесторов, которые готовы там проинвестировать, не знаю, 100, 500, 1000 долларов. Вот, это все тоже, тоже работает на то, что больше и больше денег прибывает на венчурный рынок. Ну и прямая тенденция, что от этого, да, это приводит к тому, что просто растут оценки стоимости бизнеса. То есть, этот рынок сейчас превратился из рынка, из рынка покупателя, да, покупателя или фонда в рынок продавца. То есть, сейчас это рынок, когда просто в стадии хайпа, это означает, что это рынок продавца. То есть, главный бенефициар этой стадии – это предприниматели. А, ну вот, кстати, интересный, можно так порассуждать, парадокс новых технологий. Или куда развивается общество? Вот кто-то слышал, что здесь имеется в виду? Ну, поясню. Вот новые технологии, они, ну они что, понятно, что они облегчают нам жизнь. Да, вот там Яндекс.Такси или Uber, смотрите, намного удобнее заказывать такси, дешевле. И Airbnb можно тоже быстрее, проще, дешевле поселиться в более комфортном месте. Вот, то есть, общепринято, что это улучшает нашу жизнь. Тенденции вот эти вот, да, они приводят к чему? Ну, вот, допустим, роботизация, да, то, что происходит, ну, появляется софт, какие-то программы вместо традиционных каких-то профессий, юристов и так далее. Слышали, да, например, что вот Греф сказал, что, я не помню, через год или через два, в Сбербанке не останется ни одного юриста. Ну, не к тому, что им устроят варфоломеевскую ночь, а просто будут какие-то программы вместо них работать. Ну, и здесь в чем суть, что технологии, они, по сути говоря, выводят людей, ну, люди теряют рабочие места. Да, ну, считается, что они там смогут найти быстро где-то новое применение, ну, спорное, но неважно. К чему это дальше приводит? В краткосрочной перспективе компании, безусловно, выигрывают, да, у них сокращается зарплата, повышается прибыль. Но вместе с тем за, все-таки для любого стартапа, для любой компании, в конечном счете, его успех зависит от потребительского спроса, да, то есть от людей, которые платят деньги. Вот эти люди, которые потеряли работу, они перестают быть частью вот этого спроса, да, то есть это приводит к тому, что спрос сокращается. И дальше образуется такая петля. Сократился спрос, эти компании, ну, крупные, неважно, стартапы крупные, они вынуждены сокращать дальше, ну, сокращать свои издержки, сокращать в том числе людей. Сокращают людей, получается, происходит еще большее сужение спроса. И в пределе, ну, к чему, получается, что процесс вот этих новых технологий, они приводят к тому, что происходит еще большая поляризация общества, да, то есть, например, доходы топ-1% населения, они растут еще сильнее, в то время как остальная часть населения, она становится немножко беднее, да, ну, вот говорят, вот эти вот есть тренды, вымывание среднего класса и так далее. Дальше вот многие футуристы или социологи рисуют такие картины, да, получается, если спрос там средних и низких ценовых сегментов постепенно сокращается, сокращается, да, а спрос вот именно со стороны супербогатых людей, он растет и растет, да, и они говорят, что в пределе эта тенденция приводит к тому, что появляется, не знаю, появится класс таких людей полубогов, для которых доступны все технологии, а все остальные, они могут откатываться чуть ли не в средневековье, ну, неважно, вот многие социологи видят в этом серьезную большую проблему, вот, но там многие говорят, что этого, конечно, не произойдет, потому что те люди, которые теряют работу, они все-таки что-то там найдут, перепрофилируются, не знаю, вот людям, мне кажется, после 40-50 лет там юрист или там, не важно, кто-то там офисный работник, сложно будет превратиться в какого-то продвинутого программиста, ну, в общем, такая проблема, по всей видимости, будет, это важно вам для того, чтобы, ну, когда будете решать, куда, где строить свою карьеру, вот, наверное, эту тенденцию надо как-то тоже пытаться учитывать. К российскому рынку перейдем. Вот, если мы говорим о российском рынке, вот, я хочу, чтобы мы, ну, начали с одного слова, это очень, это, это мизерный рынок. Вы знаете, ВВП России составляет где-то 1,7 процента, ну, получается, меньше 2 процентов. Наш рынок, он, 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 он супер маленький, то есть, если вы собираетесь делать какую-то там, какую-то компанию, ну, помните, спрос здесь очень маленький, вот, при этом еще какие-то потребительские привычки, ну, общий уровень развития предпринимательства ниже, потом какие-то крупные компании не склонны, не склонны там выкупать стартапы, как, например, это принято там. То есть рынок наш очень-очень маленький. Второе. В нем не развита инфраструктура. Это, помните, вот тот слайд, когда я говорил, что вот для каждой стадии есть свой тип инвесторов. Вот у нас, у нас этого, у нас этого нет. У нас создан, ну, рынок начал создаваться фактически где-то, наверное, 2008 год, когда вот президентом стал Дмитрий Анатольевич Медведев. Многим нашим госструктурам были созданы госструктуры, как РВК, Роснано, были выделены большие деньги, и они начали делать инвестиции вот во многие стартапы. Ну, я называю это такой романтический период, то есть выдавались деньги под многие бизнес-планы. Часто эти деньги получали какие-нибудь мошенники, которые как-то их потом выводили. Но большая часть стартапов, ну, на самом деле, люди создавали какой-то продукт, а дальше они утыкались в то, что деньги заканчивались, а вот инвесторов следующего раунда для А они не могли привлечь. То есть им нужны были деньги для того, чтобы раскручивать этот продукт, выводить на рынок, но денег на этого не было. И тоже касается вот этих инвесторов, которые заходили на начальном этапе, им некому было перепродать. И получилось, что вот все те инвестиции, которые делались на вот эти вот госденьги, восьмой, девятый год, они в большинстве своем были неудачны, потому что вот была вот эта вот пропасть между первым уровнем инвестиций низким и следующими этапами. Третье. Ну, вы знаете, что с нашего рынка считается, что ушли иностранные инвесторы, но многие это связывают с санкциями, и это действительно так. Но можно, наверное, за этим заметить и такую более фундаментальную причину, что просто иностранные инвесторы, они обратили внимание на вот эти первые два фактора, что у нас просто очень маленький рынок и у нас очень неразвитая инфраструктура. Мне кажется, это в большей степени повлияло на то, что с нашего рынка иностранные инвесторы, особенно последние года 3-4, ушли. Повышенная роль госфинансирования госинститутов. Это вот то, что я сказал, что вот наш рынок, ну и слава богу, хотя бы пытается это сделать, драйвит правительство, то есть создаются вот эти вот структуры, развивают. Сейчас начинается такая вторая волна, когда уже учли опыт вот этих вот ошибок, вот этого романтического периода, сейчас они пытаются создать эту инфраструктуру. Ну как они пытаются? Они пытаются законодательно или незаконодательно заставить крупные госкорпорации, чтобы они направляли свои деньги на вот этот венчурный рынок, либо создавая корпоративные фонды, либо там покупая какие-то стартапы, ну чтобы они просто закладывали, что какой-то процент бюджета мы должны тратить на это. Но здесь так, это конечно может помочь рынку, но здесь просто, ну как мне кажется, когда вот именно заставляют, все-таки люди будут находить, наверное, какие-то способы, как это саботировать. Но давайте посмотрим, это в любом случае улучшение, но посмотрим, сможет ли это как-то кардинально исправить российский рынок. Ну, а, и еще вот риски работы с госсредствами. Тоже такая очень важная особенность именно российского рынка, уникальная, такого, наверное, нет нигде. Наше государство, оно вообще не признает концепции высокорискованных венчурных инвестиций. То есть когда вот, например, ну вот в том числе и мы, ВТБ, управляли фондами с госденьгами, с РВКшными или с Роснана, инвестировали в какие-то вот эти вот проекты. Дальше, когда эти проекты не выстреливали, заваливались, государство все-таки интерпретирует это не как сработали высокие риски, а они это немножко по-другому воспринимают, что произошла растрата госсредств или хищение госсредств. И здесь важно очень найти виноватого, да, то есть начинают усиленно проверять как управляющие компании, так и портфельные компании. Ну и ищут просто все, либо там преступный сговор при выделении инвестиции, либо там какое-то нецелевое использование. Ну и подключают вот этот вот карательный механизм, который, еще его особенность, что это происходит даже не сразу, а это может происходить спустя много-много лет, и при этом может происходить вот, ну, просто на постоянной регулярной основе. Вот приведу пример, да, ВТБ, вот эти вот первые фонды, да, вот в эту романтическую стадию делали инвестиции в седьмом-восьмом году. Ну, я работаю в венчурном фонде ВТБ с тринадцатого года, да, но вот я до сих пор регулярно хожу в прокуратуры и даю пояснение по вот этим вот проектам седьмого года, о которых я даже, ну, ничего не знаю, и делаю это не по одному разу, да, допустим, в один год это будет какая-нибудь московская прокуратура, потом какая-нибудь районная прокуратура, потом еще что-то, то есть это все, ну, как вот по новой, не то, что один раз объяснил и все, а там сначала одни заинтересовались, потом другие. Ну, какое еще следствие вот этого фактора, да, это то, что вот эти вот наши госинституты, типа РВК и Роснано, они, ну, они тоже это понимают, и они работают очень теперь осторожно, то есть они сами инвестиции стараются не делать, они стараются найти какую-нибудь управляющую компанию, да, куда, если можно было бы потом перевести стрелки или это. На всех голосованиях, допустим, когда, ну, принимают решение инвестировать в тот проект или нет, они, ну, либо воздерживаются, либо против, а дальше, ну, такая понятная, аккуратная стратегия, что если выстроила инвестиция, ну, как бы хорошо, если не выстроила, смотрите, я голосовал против, то есть здесь именно первичная мотивация у человека не подставиться, не чтобы ему не было потом плохо, здесь речь не идет о том, чтобы заработать или еще что-то. Вот, и для контраста, да, как происходит в других странах. В других странах, там, не знаю, Польша, Израиль, Штатах, госсредства работают по другому принципу, то есть вот какой вообще, ну, такой принцип. Они предлагают, давайте создадим фонд, государство дает, допустим, 50% своих денег, 50%, например, частный инвестор. Например, когда, ну, когда фонд распродает свои активы, вернулось, например, к силу, ну, реализовались какие-то риски, вернулось 70% средств. Государство говорит, хорошо, в первую очередь своими деньгами мы страхуем эти риски, то есть государство тогда получает 20%, а частный инвестор свои 50%. То есть там немножко другой принцип, вот, и это, ну, здесь вот раздел, они не пытаются найти кого-то там посадить, они вот, ну, они просто по-другому работают. То есть они считают, что тот человек или инвестор, который, ну, неважно, ну, который или мошенник, или ошибся и так далее, худшее наказание для него просто, это человек больше не поднимет деньги, ему больше никто не даст деньги, этого достаточно. Ну, исходя вот из этих вот факторов, которых я привел, в принципе, два таких четких, понятных тренда, да, это, что российские фонды предпочитают инвестировать в иностранные проекты, а не в российские. Ну, и, соответственно, стартапы многие, и я могу вам то же самое посоветовать, да, которые начинают здесь, в принципе, им сразу нужно ориентироваться все-таки на международный рынок, потому что основной спрос, ну, он там, а не здесь. Так, ну, давайте пробежимся по тому, как работает фонд венчурный, ну, просто его бизнес-модель. Вот типичная структура фонда, да, то есть здесь просто надо запомнить, ну, три или четыре ключевых понятия, GP, LP, ИК, ну, и портфельные компании. GP – это управляющая компания, то есть это тот, кто вообще начинает вот этот вот бизнес. Они привлекают, ищут, привлекают деньги со стороны инвесторов. Инвесторы – это LP. Дальше, GP создает структуру фонд. Почему фонд? Потому что это просто структура, которая позволяет экономить на налогах. Во-первых, сам фонд не платит налога на прибыль, а во-вторых, он позволяет, например, если портфельная компания 1 получила убыток, а портфельная компания, допустим, получила прибыль, на уровне фонда это консолидируется, и, ну, и не надо платить налог. То есть если бы доходы шли напрямую, да, то получилось бы, что инвестор вынужден был заплатить с дохода, допустим, портфельной компании 1, а убыток портфельной компании 2, он бы это не уравновешивал. В общем, фонд – это структура, которая, ну, назовем, double tax efficient. В России это, как правило, запифы или новая форма инвестоварчества. Ну, на западе это фондовая структура. Модель работы венчурного фонда. Ну, управление фондом, да, как я сказал, это бизнес. В принципе, там 5 основных кирпичиков этого бизнеса. Самое важное, да, это найти каких-то богатых, добропорядочных инвесторов, уговорить их дать тебе деньги. Дальше эти деньги нужно проинвестировать в какие-то хорошие проекты. Дальше там участвовать, не знаю, в управлении, контролировать, помогать развиваться этой компанией. И, наконец, последнее, нужно найти покупателя и дорого ему продать. Вот, собственно говоря, модель бизнеса. И сама управляющая компания, которая ведет этот бизнес, она заработает на двух вещах. Первое, я имею комиссию от управления, это порядка 2% в год от привлеченных денег. И второе, я беру часть доходности от при закрытии фонда, когда я все распродал. Допустим, я получил какую-то доходность X, ну, обычно это называется carried interest, например, в районе 20% я беру себе. Вот это бизнес. Если этот бизнес, который состоялся, ну, чистый рыночный, да, ну, у меня пошло, у меня хорошая команда, которая это, я эти фонды запускаю, ну, там, не знаю, каждые два года. Там новые и новые фонды. И успешных компаний, ну, на российском рынке таких примеров почти нету, именно в венчурной индустрии, но на Западе это, ну, эти компании, они могут запускать, там, не знаю, уже десятки и десятки разных фондов. Ну, здесь вот по этапам тоже выделено, то есть поиск и отбор проектов это, ну, три вещи я хочу, чтобы вы запомнили относительно проекта. Неважно, это при оценке проекта, либо вы сами какой-то свой проект запускаете. Вот любой инвестор будет смотреть просто три вещи, да. Первое – продукт, рынок и команда. Вот три составляющих. Дальше, исходя из этого, если есть продукт, если есть рынок, если есть команда, да, ну, дальше техника, да, у меня должна быть правильная стратегия. Я это все агрегирую в финансовую модель, ну, там, оценка стоимости и так далее. То есть, ну, вот это вот базовые вещи. При инвестировании, ну, мне важно, чтобы правильно структурировать инвестицию, чтобы все мои интересы были защищены. Дальше, мониторинг управления – это, ну, это через работу в Советодействии, директоров, например, мое value added может быть в том, что я как-то корректирую, немножко влияю на стратегию компании. Ну, и также где-то в каких-то случаях, например, могу помогать с поиском каких-то ключевых важных клиентов. Вот. Ну, и, наверное, самая важная часть, всегда самая важная, наверное, в бизнесе, вот, если говорить вот об этих, самое важное – это найти деньги, и самое важное – это хорошо продать. И, наверное, самое сложное. Финансовая модель фонда, ну, вот, исходя из того, что я сказал, да, то есть средний срок жизни фонда – 10 лет. Первые 6 лет, как правило, денежный поток отрицательный, потому что я как раз вот инвестирую, и начиная там с 5-6 года идет период сбора камней, да, когда я начинаю постепенно свои активы вот этого фонда распродавать. Итоговая доходность фонда, ну, как видно отсюда, да, я только пойму через 10 лет. Это вот как раз основная сложность, почему сложно продавать венчурные инвестиции, потому что, ну, потому что ты только через 10 лет вообще поймешь, а как у тебя вообще сработало, заработал ты на этом что-то или не заработал. Ключевые метрики или показатели в оценке венчурного фонда, ну, раньше это все-таки было ИРР, но в последнее время все-таки считают чаще просто сколько раз на вложенный капитал ты заработал, сколько иксов еще говорят. Здесь, ну, просто кратко можно пройтись по каждому этапу. Ну, здесь немножко пропущен, вот как вообще собирают деньги, что надо для того, чтобы привлечь деньги инвесторов. Ну, надо по большому счету две вещи, то есть мне нужно найти какую-то интересную фишку, инвестиционную идею в виде стратегии, ну, сказать, объяснить, в чем заключается моя стратегия. Ну, стратегия может быть, я говорю, что я там специализируюсь либо на таком-то секторе, либо на таком-то рынке, либо вот есть еще такая интересная модель, copy-paste называется, да, что я говорю, вот смотрите, вот развитый рынок, силиконовая долина США, вот смотрите, какие компании там выстрелили, да, там вот смотрите, поисковые сервера и так далее. Давайте то же самое попробуем запустить в России, потому что российский рынок, например, отстает на несколько лет. Давайте вот такой, давайте такой проект попробуем здесь сделать. То есть, чтобы поднять деньги, мне нужна какая-то стратегия, которая апеллировала бы вот этим вот инвесторам. И вторая часть, которую я продаю, это команда, да, команда, это должны быть какие-то люди, вызывающие доверие, у которых очень хороший опыт, у которых есть трек-рекорд, которые могут похвастаться, смотрите, я уже сделал какие-то инвестиции, ну, я уже столько-то заработал. И важный еще элемент, показать, что эта команда тоже замотивирована. То есть, как этого достигает? Есть такой термин skin in the game, да, это когда компанию просят, там, не знаю, один процент или полпроцента, ну, чтобы какие-то значимые для себя деньги, вот эти вот конкретные физические лица тоже инвестировали в этот фонд. Это показывает, что они инвестируют собственными деньгами наравне с инвестором. Дальше следующее, ну, следующее, что может дать конкурентное преимущество, это вот поиск идей и проектов. В принципе, два подхода, как фонды могут относиться к поиску проектов, да, это вот так называемый топ-даун approach и bottom-up подход. Топ-даун — это когда я изначально, допустим, начертил себе матрицу, вот мне такие-то сектора интересны и вот там такие-то бизнес-модели. И смотрю, вот такие-то ниши не заняты, да, или, например, вот то, что я сказал, copy-paste — это вот пример, наверное, топ-даун подхода. Давайте вот будем искать именно в этих нишах. И не просто ищут в этих нишах, а вплоть до того, что просто сами начинают какие-то стартапы, подходят к каким-то командам, говорят, давайте, вот смотрите, ниша пустая, давайте вот здесь попытаемся что-то создать. Bottom-up подход — это такой больше оппортунистический, когда я просто вот смотрю, ну, пришла какая-то команда, сделала это, ну, интересно, да, в принципе, ниша хорошая, команда, давайте попробуем. Вот, на практике часто это, ну, какой-то все-таки комплексный подход, который немножко части того и того включает. Ну, вот здесь вот источники, да, то есть могут быть как внешние, так и через собственный нетворк. Ну, и понятно, вот чем больше, чем больше вот эта вот воронка входящих проектов, тем, наверное, больше конкурентное преимущество фонда. Методы оценки. Уверен, из вашей программы вы знаете обо всех этих методах. Это DCF, мультипликаторы, затратный, метод венчурного капитала и метод при мани-пост мани. Здесь я просто прокомментирую. DCF — это финансовая модель, это абсолютный, абсолютно must, то есть, ну, когда вы представляете, ну, допустим, в каком-то фонду это, свой проект, обязательно должна быть финансовая модель, но на нее все смотрят несколько, ну, так, двояко, потому что, ну, почему? Любая модель состоит из десятков предположений, а именно в венчурном, да, вот эти вот предположения, ну, они могут, они могут быть в диапазоне, там, отличаться в несколько раз. Когда этот фактор накладывается на фактор, все понимают, что финансовая модель это, ну, просто как тыкать пальцем в небо, да, там разбросы просто в десятки раз. И поэтому, ну, там, положа руку на сердце, их, как правило, подгоняют под оценки, которые, ну, берутся как-то вот отсюда. Сравнительный мультипликатор — это берут просто мультипликаторы либо к селзам, либо к EBIT, если компания уже в брейк-ивене. Ну, и просто говорят, смотрите, вот у нас рынок торгуется или вот недавно была сделка с таким мультипликатором, а мы работаем почти в этом же сегменте, ну, давайте сделаем небольшой дисконт, ну, значит, мы примерно так постоим. Затратный — это, например, когда в более ранней стадии, ну, например, венчурный фонд оценивает так, если мы не можем найти какого-то понимания, давайте, а что, я же могу это просто воспроизвести, давайте, вот я найму 10 программистов, и они мне, в принципе, за, там, полгода сделают то же самое, я на это потрачу, там, 300 тысяч долларов. Ну, тоже как какая-то, какая-то отправная точка часто используется. Метод венчурного капитала, ну, это когда просто говорят, что, смотрите, вот мы через три года построим компанию, которая будет стоить 50 миллионов долларов. Давайте вот это вот дисконтируем с такой-то процентной ставкой, значит, сейчас мы стоим 10 миллионов долларов. И при money post money, это когда мы просто отталкиваемся от какого-то прошлого раунда. Мы говорим, смотрите, вот мы два года назад, у нас был раунд по такой оценке, вот зашли инвесторы, а с тех пор, мы, смотрите, еще выросли на столько, мы сделали там то-то, 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 значит, мы сейчас стоим дороже на 40%. Вот, на практике любая оценка, она, мне кажется, крутится между вот этим, ну, то есть, когда отталкивается от прошлого раунда, и какой-то вот индикатор, вот эти вот мультипликаторы. Но в чем еще разница между вот венчурным бизнесом и, например, когда это private equity, это в том, что все-таки в случае с венчурным бизнесом вот это вот оценивание компании, оно напоминает больше базар или торговля. Потому что, когда ты понимаешь, что у тебя оценка через, там, не знаю, 2-3 года может отличаться в десятки раз, либо это будет 0, либо там 30 раз дороже, то вот эта вот торговля на 10-15%, она, в принципе, бессмысленна, она ничего не дает, она может только, ну, немножко демотивировать менеджмент. Ну, и здесь есть разные подходы. В большинстве случаев, конечно, стараются инвесторы, понятно, поторговаться, как бы немножко отторговать еще там 10-15%, но есть такие исключения, да, вот такая компания Cisco есть, она чем известна на рынке? Она, ну, две вещи. Во-первых, они, когда покупают стартапы, они очень эффективно их интегрируют, ну, что это очень сильно приращивает стоимость. А второе, они переплачивают за компанию. Например, вот есть компания, которую можно купить за 300 миллионов долларов. Они говорят, а давайте мы вам заплатим 500. И чего они этим добиваются? Они добиваются то, что вот любые компании, которые к ним приходят, и, например, если им сделали предложение, то, ну, любой предприниматель, он уже счастлив. Он понимает, что, значит, дороже, в принципе, это продать невозможно, он просто не бегает больше по рынку, и, ну, и как бы счастлив. А переплачивают они или нет, или они просто пиарят это? Ну, это никто не знает, но как бы это вот такой кейс, который часто многие рассказывают. Структурирование сделки. Так, а сколько у нас времени остается? 20 минут, да? Ну, ладно, ускорюсь. Ключевые документы во всей приосуществлении сделки, да? Ну, давайте 4 или 5 вещей выделим. Первое должно быть тизер или one-pager. Это документ, где буквально на одном, на двух страницах все рассказано о проекте. Должен быть инвестиционный меморандум, где то же самое, но все очень детально. Дальше, когда мы пытаемся договориться об условиях, первый этап, это мы все оформляем в трем счете. То есть это кратко, буквально на одной-две странички, основные условия сделки. Дальше, следующим этапом, это переходит в договор купли-продажи акций и ключевой документ о том, как мы дальше будем жить с фаундерами, с другими акционерами, это же Holders Agreement, где прописаны все наши права, права обязанностей и так далее. Ключевые разделы тём счета, ну, как мы защищаем свои права. Первое, что у нас должны быть места в совете директоров. Как правило, у нас есть ключевые права вета на какие-то ключевые сделки, ключевые вещи. Второе, гарантии заверения. Понятно, что никакой due diligence не может, ну, не может на 100% раскрыть, какие там риски, что там, какие там скелеты в шкафу могут быть, да, поэтому через механизм гарантии заверений, например, если что-то там в течение года-двух выстрелит, неважно, налоговые риски или так далее, да, то та сторона должна будет это либо компенсировать, либо это найдёт своё отражение в том, что мы просто увеличим нашу долю в этой компании. Ну, и разные дополнительные механизмы могут быть в зависимости от того, в какой стадии находится стартап. Это всякие ликвидационные преференции, конвертации, защита от размытия. Ну, здесь так, все эти вещи, они достаточно, подводя итог, они достаточно стандартные, здесь, ну, они обязательно, их нужно иметь там, вот, но простора для творчества, скажем так, здесь, наверное, не очень много. Мониторинг управления проектом. Ну, наверное, понятно, это всё осуществляет, ну, механизмы какие? Совет директоров, отчётности, вот, обязательные вещи, которые мы должны делать, мы должны всё-таки контролировать то, что средства используются целевым образом. В России именно вот эта контрольная функция, ввиду специфики того, что часто используются госденьги, она развита намного сильнее, да, то есть там обязательные аудиты, обязательных ревизоров присылают. Вот, но в управлении проектом здесь очень важно не забывать о том, что мы всё-таки можем тоже какую-то value проекту добавить. Это, ну, чем мы можем? Либо мы можем помочь как-то в корректировке стратегии, потому что мы понимаем, мы понимаем, что сделать в компании, чтобы она была более ликвидной, чтобы её можно было лучше было продать. И второе, мы можем в каких-то отдельных случаях помогать им с какими-то крупными клиентами, например, подтянуть клиента, компания получает большой контракт, от этого её шансы выжить и развиться, они повышаются. Ну, выходы из проектов. Вот это, наверное, самая важная часть, потому что можно долго жить в проекте, там, 5-6 лет, вроде он хорошо развивается, но в итоге заработал ты или нет, будет только понятно в момент транзакции, сделки. Продать можно тремя способами. Ну, IPO для нашего рынка, это сейчас, наверное, уже космос, ну, такого, наверное, уже не бывает для стартапа. Вот, то есть это лучшая продажа стратегическому инвестору, либо management buyout. Ну, часто ещё бывает там посерединке, это, например, продажа другому фонду, который хочет, ну, следующего раунда, который, например, хочет дождаться продажи стратегическому инвестору. Ну, важное такое, что стратегический инвестор, как правило, платит намного больше фонда, потому что он конечный потребитель этой технологии, этого продукта, а фонд это тот, который посредний, который хочет заработать, пока она дорастёт, компания до той стадии. Ну, можно в двух словах о нас, о бизнесе, о венчурном бизнесе ВТБ. У нас всего было 7 фондов под управление, запущены были вот как раз в этот начальный романтический период, в седьмом году. Общий размер фондов составлял 9,5 миллиардов, было сделано больше 30 инвестиций. Вот, ну, на текущий момент у нас 3 активных фонда, одна такая очень звёздная инвестиция, 9 растущих проектов, 6 стадий банкротства. Ну, очень большое достижение, надо сказать, что вот как раз вот эти вот самые сложные региональные фонды, которые мы ещё называем токсичные, да, которые вот инвестиции делали в седьмом, в восьмом году, нам удалось их закрыть с плюсом. Это, ну, ИРР там, наверное, не очень впечатляющий, но вместе с тем я считаю, что это самое вообще, ну, удивительное, наверное, и самое большое наше достижение. Те, которые инвестировали в этот период времени, они, наверное, поймут, что я имею в виду. Grid Dynamics, да, это наша как раз вот самая звёздная инвестиция. Ну, давайте я о ней очень кратко пробегусь. Ну, чем она интересна? Эту сделку мы закрыли совсем недавно, ну, вот в прошлом году. То есть эта компания, её основали выходцы из России. Вот, продукт, она разрабатывала облачные приложения, ну, помогала выстраивать онлайн-платформы продаж для традиционных ритейлеров в США, да, Walmart, Macy's, Koles, там, American Eagle и так далее. Компания развивалась, ну, так, ни шатка, ни валка, то есть где-то в тринадцатом году их EBITDA, ну, они вышли в плюс, EBITDA была порядка одного миллиона долларов, но вместе с тем, при этом на ней висели резки, потому что был небольшой конфликт внутри команды менеджмента и акционеров, и компания, честно говоря, так, ну, была под вопросом. Ну, дальше четырнадцатый год, помните, была вот девальвация рубля, которые многие бизнесы поставили на грань выживания. Вот в их ситуации для них это стало вообще звездным часом, да? Почему? Потому что у них модель продажи в долларах, которые продолжали расти, а программисты, основной их персонал работали, Россия, Украина, там, Крым. Вот, и получилось, что выручка продолжает расти, а расходы существенно сократились. И получилось их EBITDA с одного миллиона долларов, да, а на следующий год стало 10, потом 17, ну, или там чуть поменьше. При уровне продаж 50 миллионов долларов. Ну, мы пытались продать нашу долю, фонды оценивали нас, ну, где-то там, я не помню, 40-50 миллионов долларов за компанию. Ну, как я сказал, что фонды, как правило, все-таки оценивают чуть пониже. Вот, чтобы продаться стратегу, стратег хочет купить 100%. Через какой-то период времени нам удалось убедить остальных акционеров, что давайте все-таки попробуем со стратегом. Провели, наняли инвестиционного IB-консультанта американского, который провел такое, ну, классическое роуд-шоу. У нас было 4 заявки. Чемпионом стал, ну, победителем аргентинская компания, которая сделала самый высокий бит. И когда уже дело шло к закрытию сделки, это был как раз прошлый год, появилась новость об избрании президентом Дональда Трампа. И вот в момент подписания договора получилось, что цены котировки акций нашего покупателя обвалились в 3 раза. И они просто поняли, что физически они не способны заплатить вот эти деньги. Вот, мы перешли к следующему. Следующий покупатель, это была китайская компания. Вот, потом по китайцам, ну, ожидание не было большим. Они чем, чем известно? Тем, что они любую сделку могут мучить там по 3 года. Особенно, если ты находишься в критической ситуации, будут отжимать по максимуму. Вот, но в этой ситуации как-то это получилось по-другому. Почему-то вот там попались, наверное, правильные китайцы. Ну, они тоже были там с, у них есть такая национальная специфика, что, допустим, приехал собственник, договорился о цене. Дальше приезжает там генеральный директор. Он хочет, давайте еще немножко, вот, ну, хотя бы на миллиончик дешевле. Потом, ну, ладно. Потом приезжает следующий, директор по продажам делает это. Ну, я бы тоже сказал, да, если бы вы еще чуть скинули. И вот в какой-то момент это уже превращается, ну, то есть последний какой-то там уже чуть ли не клерк приехал и тоже начал вести это. Там уже просто наш генеральный директор вскипел. Ну, и так смачно сказал, что все, валите, никакой сделки не будет. И, как ни странно, это помогло. Буквально в течение недели мы уже подписали все документы. Было еще на флажке. Почему там висело все? Потому что как раз в этот момент и со стороны Китая, и со стороны американцев пошли вот эти вот ограничения, что чтобы американцам, чтобы китайская компания купила что-то в Америке, нужно получить тоже разрешение. У китайцев тоже, чтобы китайская компания купила что-то в Америке, нужно получить разрешение. То есть там все как-то вот так висело и получилось так, что то, когда мы уже потеряли надежду, получилось, что подписали, вот вся сделка заняла там все вместе два с половиной месяца. Ну это такого просто не бывает, да, любая сделка двигается в среднем из практики все-таки где-то один год. В результате этой нашей инвестиции мы заработали, ну продали нашу долю порядка где-то в 15 раз дороже. Ну какие-то платежи, причем еще будут в будущем идти. Сделка считается, ну наверное, лучше на российском рынке. Ну насколько здесь вообще применение, можно применить термин российский рынок. Ну раз уж я сказал о самой звездной, расскажу немножко о другой, о ложечке дегтя. Просто мне тоже очень понравилась эта инвестиция. Как раз это романтический период инвестирования. ВТБ инвестировал, ну фонд в проект по, когда разрабатывали технологию, как сказать, однорукий презерватив. Ну то есть логика в чем? Когда вот занимаешься любовью, ну понимаете, каждая рука на счету. И вот если ты это одной делаешь, то вторая может… Ну вот видимо инициаторы проекта, они как-то убедились, что это очень интересная прорывная технология. И они получили на это, ну не буду говорить сколько, но это там не один миллион долларов. И ну комично, чем это закончилось просто. Я это знаю, спустя три или четыре года, ну понятно, там уже все, и деньги кончились и так далее. Они пришли и сказали, знаете, вот технология не работает, но мы очень близки. Вот если еще пару миллионов долларов дадите, прорыв будет все-таки. Вот сейчас… Нет, а вы в ютубе наберите вот изи тейл, там даже такие демонстрации, да, одевают как-то. Ну мне просто… Сейчас я знаю, идут какие-то уголовные дела, пытаются найти это, но вот такая инвестиция была. Так, ну теперь вот другая сторона, да, если смотреть на рынок со стороны, со стороны именно, если вы потенциальные предприниматели. Ну помните, вот три вещи, которые я просил запомнить, да, любой, как оценивается любой проект, да. Это вот продукт, команда и рынок. То есть продукт – это просто вам нужно найти какая-нибудь, где существует проблема. Ну либо проблема, либо это может сделать дешевле какую-то услугу, либо, например, это какой-то эффект вау. О, круто, я вот хочу это иметь. Это должно именно там нравиться покупателям, чтобы они за это голосовали. Команда. Команда. Ну вот давайте я назову компетенцию, какие должны быть, да, например, Dream Team. Это основатель, фаундер должен быть таким харизматиком, визионером, который с горящими глазами вот о чем-то рассказывает, супер-сейлсмен. Второй должен быть просто сейлсмен, который будет непосредственно с клиентами беседовать. Должен быть какой-то программист или хакер, ну такой очень впечатляющий. Должен быть кто-то, ну из области графического дизайна. Очень важно, чтобы все выглядело безупречно, что сайт компании, что презентации, которые вы при этом, то есть инвестировав этого человека, вы не пожалеете. Финансист это тот, который сделает нормальные финансовые модели, ну может помогать в управлении деньгами. Ну и, например, общий проектный менеджер, это который будет просто контролировать сроки исполнения, контролировать ресурсы и так далее. Вот это вот идеальная команда. Понятно, на каких-то этапах более ранних какой-то один человек может выполнять две или три роли, но это вот те люди, кого бы хотели видеть венчурные инвесторы в идеальной команде. Рынок может быть безупречная, великолепная идея, но если рынок очень маленький, мы туда инвестировать не будем, потому что важно видеть, во что это может вырасти, что это может вырасти в какого-то единорога. Модель Остер Вальдера. Вы вообще слышали такое или нет? Да? Ну вот это считается очень тоже модно, модно, молодежно. Ну не буду тогда это комментировать, но здесь просто вот именно от ценностного предложения. Да, от продукта дальше вы можете там, ну как планировать, какие у вас потребительские сегменты, какие каналы сбыта, как отношения с клиентами выстраивать. Ну и соответственно, исходя из этого, понимаете, структура затрат, потоки доходов, все это консолидируется в финансовую модель. Ну просто почитайте это отдельно, но там, допустим, разрабатывая стратегию или план развития для своего стартапа, вот если вы это сделаете по модели Остер Вальдера, многим это понравится. Ну кто это знает, по крайней мере. Основные типы монетизации, да, это те, которые используются сейчас, транзакционные, комиссии с продаж, подписка, реклама, фремиум, лидогенерация. Ну тоже, я думаю, все это понимаете, не буду сейчас комментировать. Вот, ну не факт, что там если вы что-то будете делать, вы вполне можете какую-то свою модель новую открыть. Вот это те, которые на рынке применяются чаще всего сейчас. Кривая Гартнера, да. Гартнер это такое ведущее агентство, которое именно работает со стартапами. Они как раз вот эту вот модель, как возникает вот этот вот цикл хайпа на какую-нибудь технологию. То есть вот какие-то технологии прорывные, да, вот они, о них все пишут, они очень популярны, они достигают какой-то точки, вот этой вот верхней. И с этого момента, когда становится ясно, что они не все из них могут монетизироваться, как-то окупиться, происходит такая очень мощная коррекция. Ну и вообще на пути поднятия многие, многие из технологий просто как бы исчезают автоматически. Но дальше скорректировавшись, начинается такой устойчивый рост. И здесь можно как бы разделить, что идеальная точка, допустим, для предпринимателя это вот это вот, да, когда это вот растет, вот эта вот волна хайпа, да, пока это длится там год или два. Для такого рационального, разумного инвестора лучшая точка для инвестирования, это вот именно та часть, когда произошел вот этот скок, произошла коррекция. Ниже приведены самые популярные технологические направления, которые сейчас самые горячие темы, которые расходятся как горячие пирожки. Но, как я сказал, да, если вы сейчас думаете чем-то заниматься, ну, наверное, сейчас на это смотреть уже поздно, да, то есть потому что если все уже об этом говорят, если все об этом пишут, ну, видимо, это уже вчерашний день, значит. ICO. Сталкивались кто-то? Но здесь просто про ICO, если там очень кратко сказать, да, это вот, как я сказал, это такой способ вовлечь на рынок мелких инвесторов. И в том числе еще воспользовавшись вот этим вот хайпом, который вокруг криптовалют, чтобы завлечь на рынок всех вот этих вот людей, которые инвестируют в криптовалюты. Вот если мы говорим в терминах кривой Гартнера, это как раз сейчас на подъеме, но, наверное, уже на высшей точке, да. Скорее всего сейчас будет большой отскок. Ну, почему? Потому что абсолютно не зарегулировано. Те люди, которые инвестируют в ICO, как правило, там непонятно все-таки, чем они в итоге владеют. Будет, наверное, очень много историй, когда, ну, когда эти проекты либо ничем не заканчивались, либо просто, ну, деньги были, ну, использованы на что-то другое. Ну, в общем, как общий тренд, что надо вовлекать мелких инвесторов на этот рынок, это отлично работает. Это привело к тому, что какие-то большие деньги на этот рынок привлекло. Будет отскок, но технология вместе с тем, наверное, это сохранится. Если не ICO, то вот какой-то другой или краудфандинг или это, потому что, ну, общая потребность, она в этом есть. Кстати, такой анекдот на тему управления деньгами. В тему, наверное, будет, знаете, может быть, разговор управляющего с инвестора. Такой возмущенный инвестор говорит, подождите, вот эти вот 100 миллионов долларов, да, вот эти 100 миллионов долларов, которые я вам дал 3 месяца назад, вы что хотите сказать, что их теперь нету, но почему же нет, спокойно отвечает управляющий. Что вы вот сгущаете краски, ну, как это нет? Нет, конечно же, они есть, просто они сейчас у кого-то другого. Вот это вот можно тоже отнести, что происходит на этом рынке. Так, по игрокам, да, это опять же взгляд со стороны предпринимателя, куда, если что, вам идти. Вот именно начальная стадия по развитию здесь, надо сказать, наше государство очень много чего сделало. Вот эти вот все агентства Free, Сколково и так далее. Вот сейчас обилие всяких хакатонов, акселераторов и так далее, да, они предоставляют великолепные возможности для, чтобы вот этот вот, ну, какую-то идею довести до какого-то, ну, какого-то продукта или прототипа. Вот, ну, и здесь основные имена, куда можно потом пойти в поисках денег. Теперь такие общие-общие советы, да, если так резюмировать, ну, уже от себя, например, если вы именно хотите продвигать какой-то свой продукт, свою идею. Да, здесь первая развилка, это когда начать. Когда начать, вот, ну, лучший консервативный подход считается, что начать лучше пойти в какую-нибудь крупную компанию, поработать в ней, ну, сколько-то лет, да, узнать все, как там делается, узнать клиентскую базу, ну, вот многие как поступают, и дальше просто, ну, уйти в свободное плавание, ну, с тем, чтобы просто воспроизвести это, да, когда ты знаешь ключевых клиентов, понимаешь, ну, в чем услуга, в чем продукт, делаешь какое-то небольшое улучшение. Это считается самый такой плавный и безопасный переход. Вот, но здесь какие, наверное, ну, минусы, почему у многих это не получается. Дело в том, что вот пока, ну, живешь, живешь, ну, возникает семья, появляются дети, не получается, не всегда получается что-то там скопить или отложить. И вот, когда получается очень много обязательств, ну, у тебя стоит развилка, вот начну-ка я сейчас свое дело, а, ну, там, жена или семья скажет, подожди, вот лучше же купить квартиру, там, дом или там новую машину и так далее. И они найдут способы, как, как вот тебя убедить, ну, вот это вот отложить или этого не делать. Вот могу даже про себя сказать. Вот у меня дома жена и шестеро детей. У меня вот мечта какой-нибудь стартап сделать. Вот мои дети, наверное, отнесутся с великолепными, ну, скажут, как здорово, как весело, папа, давай. А жена вот, наверное, не согласится с этим. Ну, неважно. Вот главное преимущество, которое у вас есть сейчас, вот у вас сейчас этих обязательств нет. Ну, вам не надо никого содержать. Ну, что, вы можете жить там, не знаю, в комнате, хоть там спать на диване. И это, ну, ценный чем период? Вы ничем не рискуете. Вы попробовали одну идею, вторую, третью. Ну, и вы этот опыт можете получить именно таким способом. И вот из практики, да, многие, наверное, считают, что, наверное, проще решиться. Это вот как прыжок с парашютом, да, легче первый раз, чем во второй. То есть вот если вы хотите попробовать, ну, я к тому, что, наверное, сейчас у вас самая все-таки удобная возможность, а потом это может быть делать сложнее. Идея. Идея. Многие ждут, что должна быть какая-нибудь супер-мега-идея, и тогда я рискну. Но здесь правило такое, что рискнуть лучше практически с любой идеей, да. Неважно, чтобы это было супер, ну, достаточно, чтобы это было чуть лучше, чем какой-нибудь существующий продукт. Здесь вот примеры, да, например, как начинался стартап AirBnB. Это просто три каких-то парня начали с того, что, чтобы покрывать себе арендную плату, они купили надувные матрасы и стали сдавать в своей комнате вот как спальные места. Когда они стали поднимать деньги, ну, над ними просто все ржали. Ну, сказали, ну, кто вообще будет вот так вот сдавать, пускать каких-то чужих людей себе, а вдруг эти чужие люди что-то там вынесут. И они просто по ходу, они немножко корректировали свою идею, и в итоге вот эти вот после нескольких корректировок это вот выросло в стартап, который стоит больше 30 миллиардов долларов. Или там вот Facebook, да, тоже знаете этот пример. Начинался как социальная сеть для Лиги Плюща, ну, вот этих вот четырех университетов. И абсолютно не новая идея, были уже социальные сети. Потом рынок Лига Плюща, ну, микрорынок, это вообще никому не интересно. Ну, опять же, смотрите, во что Facebook превратился. Продукт. Продукт. Здесь две вещи очень важны, да, что как можно скорее, чтобы был прототип, чтобы вы не просто ходили там, какие-то презентации рассказывали, а чтобы у вас был прототип продукта, пусть сырой или это, но который вы уже могли показать, могли даже там продать кому-то. Вот. Покупатели должны именно, ну, как, вы должны убедиться, что покупателям это надо, потому что, знаете, частая причина провала многих стартапов, это то, что вот, ну, как говорят, покупатели или клиенты полные бараны, не ценят мой продукт. Вот они все-таки должны ценить рынок, ориентироваться. Ну, как я сказал, надо не на Россию, потому что рынок все-таки там, а не здесь. Команда. Ну, вот эти роли я уже затронул. Ну, это вот идеально, да, вот у вас набор этих компетенций, если будет, вот, если вы это как-то покажете, венчурные инвесторы будут очень сильно вас хотеть. И деньги, да. Здесь такое, вот то, что заканчиваются деньги, это самая частая причина, почему стартапы не выживают. Вот понимая это, да, вот многие, допустим, поднимают деньги, они сразу там, допустим, поднимают себе зарплату там на что-то, но просто если ты это помнишь, вот просто по возможности деньги абсолютно не тратить, это просто повысит ваши шансы на то, что вы куда-то там вырастите. Ну, здесь может просто уже кратко, если вы выбираете карьеру, там, допустим, это в венчурном фонде или предпринимателем, я просто по поводу фонда прокомментировать, да, какие у нас плюсы. Это то, что за какое-то время вы посмотрите на большое количество проектов, на большое количество проектов, и у вас, по крайней мере, так, ну, взгляд будет, вы будете понимать, что вообще надо венчурному инвестору. И, например, что если вы в какой-то момент решите заниматься своим проектом сами, вы будете понимать, как лучше эту идею продать и упаковать. Ну, вот на мой взгляд, это, наверное, самое важное преимущество. А о минусах я даже не хочу говорить. Но какие-то, если вопросы. Спасибо за лекцию. Очень познавательно. Вот, но в целом был некий опыт уже инкубации в разных местах. У меня два вопроса. Во-первых, наверное, что сейчас в России, какие организации именно может быть, акселераторы, может, инкубаторы, ну, интересны фондам, потому что есть такие чисто формальные организации, на которые можно просто потратить время. И вопрос второй. Какие, ну, лично для ваших фондов есть стоп-факторы в инвестициях? Если вы видите команду, да, есть какие-то четкие пойнты. Почему стоп? Почему мы не вкладываем? Спасибо. Первое, куда, да. То есть это можно вот вернуться к той картинке. Вот. Я считаю, у нас вообще великолепные вот институты. Мне очень нравится Free. Free. Вот, мне кажется, очень хорошо ребята работают эффективно и помогают, в том числе, они сейчас какие-то платформы, помогают выводить наши стартапы на американский рынок. Вот. На мой взгляд, они делают качественно и, в принципе, там все фонды, кому надо, они вот в этой тусовке, они видят эти проекты. Ну, Сколково, понятно, да, то есть все регулярно ходят в Сколково. РВК много всяких мероприятий отслеживают. Они много кому давали деньги, многим фондам, и, понятно, они всегда нас зовут на свои вот эти вот мероприятия. Ну, в принципе, все, которые здесь приведены, вот эта вот тусовка. Ну, и здесь еще, конечно, сейчас будет появляться, или уже это происходит, это вот корпоративные, то, что я говорил, корпоративные фонды, да, вот все наши крупные госкорпорации, Росатом и так далее, они на своей базе будут проводить и хакатоны, и акселераторы, вот как раз вот в рамках тех тенденций или поручений правительства, что это. Ну, то есть, вот, мне кажется, именно вот эта пассивная часть в нашей стране, ее сейчас очень активно развивают, и она, в принципе, выглядит уже очень прилично. Теперь на вторую часть по поводу команд, на что будут смотреть. Ну, помните, это я вот вам, самое полезное, что можно, наверное, запомнить из всего, да, вот просто три составляющих, да, вот любой проект, вот вы смотрите глазами инвесторов на себя. Смотрим на продукт, на команду, на рынок. Рынок должен быть большой, то есть я должен видеть потенциал, ну, ладно, там не единорога вырастить. Понятно, на российском рынке, наверное, уже нет места для единорогов, но там во что-то крупное. Потом вот команда, команда, да, я понимаю, наверное, и с пониманием отношусь, что, наверное, опыта у этих людей может не быть, но вот если я буду видеть вот эти вот, ну, вот просто, как я сказал, мне важно увидеть там каких-то энтузиастов, да, что вот горящие глаза, визионер, одна роль, да, вторая, что вот вижу все хорошо оформлено, да, это, допустим, роль какого-то графического дизайнера, хорошо сделанная финансовая модель, я понимаю, что люди разбираются в финансах, ну, и самое главное, что для стартапа, наверное, самый ключевой навык, это навык продавца, да, то есть я вижу, что это хорошо продают, что хорошо продают мне вообще идею проекта всего, да, соответственно, я буду понимать, что это же хорошо будет продавать клиентам этого стартапа. Ну, вот, вот, наверное, все базовые вещи, как вот мы смотрим на стартапы, вот вы точно так же можете, наверное, себя оценить. И завершающий вопрос. Все очень интересно было. У меня два очень коротких вопроса. Первый, вот вы сказали, что вокруг уже, ну, всей этой индустрии очень большой интерес и хайп. У меня такой вопрос. Не поздно ли тогда, получается, потенциальному человеку, который хочет войти в эту индустрию, как, ну, работать в фонде, не поздно ли вообще идти в эту индустрию, это первый вопрос. А второй вопрос в плане, вот, допустим, я инвестор категории А. У меня, ну, начинается там раунд условно Б уже. Как часто бывает так, что инвестор класса Б просто перекупает у категории А долю, а не у самого стартапа? Ну, то есть по аналогии сейчас как с ICO происходит, там при ICO инвестор уже просто продают свою долю на бирже просто и все. Ну, давайте первую часть, не поздно ли идти, ну, или рано, да. Здесь так, вы понимаете, что все в мире развивается циклично. Вот этот вот хайп, это не значит, что, ну, что все, дальше этого хайпа больше никогда не будет. Это происходит все с определенной цикличностью, да. Будет еще много этих хайпов, будет много коррекций, падений. Это вот все, ну, все происходит регулярно. Ну, смотрите, вот boom.com, да, хайп 98-й, 2000-й. Хайп, он 2007-й, 2008-й. Да, вот сейчас опять хайп там 2016-й, 17-й, 18-й. То есть, ну, к моменту, когда вы станете специалистом, даже вы переживете, наверное, еще, ну, там, не один цикл. То есть здесь, ну, не надо, за этими циклами не угонишься, да, а какие-то навыки себе компетенции, ну, расти стоит. Через, вот чем хорошо, если вы заходите и начинаете карьеру через фонд венчурных инвестиций, что у вас обе дверки открыты, да. Вы можете продолжать карьеру как венчурный инвестор, также у вас открыта дверь в то, что вы можете легко перескочить и начинать двигать, помогать какой-нибудь стартап. Вот, здесь в этом плане достаточно универсальная карьера. Вот, потом по поводу того, что вы говорите, насколько часто, что кто из инвесторов раунда B перекупает у раунда A. Здесь вот первое, вот сама вот эта терминология, да, инвестор раунда A, там, B или C, это все очень условно. Это, ну, это мы, ну, это или кто-то просто попытался каким-то образом обобщить, но на самом деле полно инвесторов, которые себя не считают, ну, ни A, ни B, ни C, да. Здесь сделки между фондами, они, может быть, достаточно редки. Почему? Потому что все фонды понимают, мы финансовые инвесторы, спекулянты, да. Сложно обмануть или там как-то другого, ну, другого спекулянта. Поэтому, да, фонд всегда предпочтет лучше мне сделку сделать, ну, не знаю, или со стратегом, или с изначальными фаундерами, потому что я захожу на начальном этапе. Вот, а потом фонды, как правило, заходят, они очень боятся делать именно кэш-ауты, да, когда я плачу кому-то за долю. Фонды всегда предпочитают инвестировать как бы кэш-ин, когда я инвестирую в акционерный капитал компании, а компания за счет этого акционерного капитала вырастает. То есть здесь вот, как правило, сделки-то даже не между вот инвесторами А, А и Б, да, а они все равно вот вкладывают в компанию, вкладывают в компанию, ну, а там кто как сумел кому продать. Кого-то, может быть, менеджмент выкупит или… Вот на российском рынке, да, как я сказал, из-за того, что у нас слабая инфраструктура, да, у нас вот в разных классах инвесторов не очень, ну, здесь можно сказать, это, наверное, достаточно редко происходит. На Западе это все-таки более, ну, понятно, более развитая инфраструктура, больше инвесторов, это происходит чаще. Ну что ж, и поблагодарим Магомеда Аскабова. Спасибо большое.